Привет, друзья! Сегодня с утра было плюс пять, днём плюс десять, а к вечеру обещают плюс двадцать. Похоже, в Криворог действительно пришла настоящая весна. И как многие прочили, она пришла вместе с приездом легендарных воплей Ведоплясова. Пойдёмте знакомиться. Здравствуйте, Олег. Знаете, в Кривороге очень долго не наступала весна, и буквально на прошлой неделе ещё шёл снег. И мы среди коллег и криворожане сами шутили, что вот настоящая весна, она придёт вместе с воплей Ведоплясова. Признавайтесь, это Ваши круг дела. Сегодня первый весенний день. Я признаюсь, что я сам очень долго ждал тепла, и мы к Вам приехали, и стало тепло. Потому что в других городах пока было очень холодно, было очень холодно. И я наконец-то начал выздоравливать, потому что я эту зиму так болел, не знаю. Вот этой весны я ждал очень долго, ну, больше всего. Я надеюсь, что вот с этой весной наконец-то у нас на Украине настанет мир, и всё будет хорошо. Пусть так и будет. Вопрос, который не может как бы не интересовать всех поклонников, которые сегодня пришли. Театр, стульчики, нужно сидеть и себя сдерживать. Почему театр? Это вопрос не ко мне. Я против, чтобы рок-группы выступали в театрах. Это неправильно. И это говорит о том, что у нас в стране проблемы с концертными залами. Что давно надо концертные залы строить, и должны быть клубы специальные для рок-музыки. В театрах должны быть театральные пьесы или какие-то там такие музыкальные театры должны происходить. Вот я мечтаю, я с удовольствием бы в ваш театр очень прекрасный. Кстати, сцены вокруг так очень красиво. Вот я бы с удовольствием приехал с джазовым спектаклем. Вот у меня джаз-кабре есть, там ближе к театру. Ну, надеюсь. И, надеюсь, в следующий раз я приеду, у вас будет уже хороший концерт на площадке, и мы выступим на площадке. Вот на прошлой неделе украинцам был презентован фильм с вашим участием «Моя русалка, моя лороле». И это не первая ваша роль, и как бы вы реализуете себя и как актер, и как певец. Что берет вверх все-таки? Музыка? Ну, количественная музыка. Но в музыку я пришел из театра, я с театральной сценой пришел. И у меня был даже театральный опыт. Я несколько сезонов в театре имени Франка играл в музыкальном спектакле «Наталка Полтавка». Другая энергия, тонкая энергия. И когда после театральной сцены ты приходишь на рок-сцену, вот ты более тонко ощущаешь и зрителя, и можешь с жестом работать более-более тонко. Так что, ну, я, видно, что у меня, как бы, по моему нутру я такая многогранная натура, и мне вот хорошо переключаться. И тогда я вот, и в каждой сфере я, ну, что-то там перекидываю туда-сюда, и оно там обогащает каждое направление. То есть вы промышляли даже дизайном одежды, да? Было у меня такое. Все нормально сочетается. Музыка, кино, дизайн одежды. Да, да, да. Всего, где творчество. А вот сейчас, как бы, тяжелое время, да, и украинцы довольно-таки сплотились. И чувствуется ли повышенная востребованность к украинскому исполнителю? Ну, чувствуется, да, конечно, есть, ну, патриотизм, ну, вчера в Николаеве, украинскую мову все, дя-ку-е-мо. Так, ну, патриотический подъем, очень приятно наблюдать афиши, что, ну, украинских исполнителей куча появилась на афишах. Ну, единственное, что общество бедное у людей, ну, мало денег, это реально. То есть надо подождать, чтобы пошел экономический подъем, тогда, ну, будет, как бы, и культурный подъем. Единственное, что было бы здорово, чтобы Украина построила программу помощи и защиты, ну, собственно, культурного пространства. Потому что, как только у нас дела пойдут в гору, все равно иностранные исполнители поедут сюда. Ну, там, я не знаю, как с русскими будут, а если потяжеспособный будет исполнитель, то иностранцы поедут. Поедут европейцы, американцы и тому подобное. И, опять же, мы можем оказаться в такой же ситуации, как и до того. И я наблюдал в свое время, когда я живу во Франции, как французы защищают своих артистов и какие, ну, какие мероприятия проводятся к этому. А вот недавно я был в Швеции. Шведы, они очень круто защищают свою культуру, очень круто. И они это делают очень эффективно. Вот, и если у нас будет, ну, какая-то эффективная программа, чтобы помогать украинским артистам. Потому что мы находимся дома у себя в очень невыгодных условиях. Я вам скажу, какая ситуация была вот раньше. Мы, украинцы, едем в Россию, хотя мы там популярны, там нас слушают, любят и тому подобное. Гонорара у нас в два-три раза меньше, чем у россиян. Почему? Ну, вы же там хохлы. Сюда приезжают россияне, у них в два-три раза больше гонорара, чем у нас. Почему? Ну, это же гости, это же россияне. И, то есть, вот этот дисбаланс, это есть, ну, там, как бы еще отображает наш менталитет украинский. То есть, это, ну, как бы неуважение к себе. Вот, и надо себя уважать, защищать, помогать своим. Ну, тогда, ну, тогда, ну, тогда, как бы, и все, ну, все будет в порядке. У нас, в принципе, вот эти социальные, политические и военные проблемы именно отсюда идут. Именно отсюда, что, ну, люди не умеют и не знают, как себя защищать. И вот раньше вы говорили, что вам лучше пишется на боли, когда все выплакано. А сейчас пишется ли вообще, когда болит вся Украина? Я говорю, что мне пишется на боли. Да. Ну, наверное. Ну, сейчас вообще не пишется. Вообще, весь этот период я ничего не мог написать. Это, ну, просто, вот я говорю, бетонная плита упала на голову и все. Такой, просто, ну, нет. У меня же, у меня нет злости никому. И нет какой-то там мысли новой, вот сказать людям чего-то нового. Там все, все, что я хотел сказать, я уже там сказал в интервью и там в песнях очень давно. Ничего нового там, ну, у меня никаких, для меня эта ситуация ничего нового, она, ну, как бы, не породила. То есть это все, все логическое следствие того, что у нас, того, что происходило в Украине. Оно просто вот так, так закончилось и все. Ну, надеюсь, что там теперь все украинцы, вся страна сделает из этого вывода. И мы будем, наконец-то, строить, ну, страну уже грамотно, разумно. Вот на предстоящий фестиваль Украины Мрии у вас для бойцового то бесплатный вход. И известно, что вы шествуете над 25-й адресатой, да? Ну, как бы, вот что-то, да, и с этими... Ну, да, и я уже и шествую и над Азовом, и Днепро-1, уже есть много направлений, направлений, ну, там, дружбы, дружбы. А вот то, что надо поддерживать военных, это я убедился, ну, на собственном опыте, потому что это очень эффективно. Когда ты общаешься, обращаешься, играешь, поешь, ну, просто там говоришь спасибо, это, ну, для них это самое важное. Это, в принципе, они из-за этого, ну, для этого и рискуют своей жизнью, чтобы понимать, ну, кому они это делают, для чего. Ну, если ты говоришь, вот я от себя, я от лица моих всех знакомых, там, от всей страны говорю вам, ну, вот спасибо, ну, действительно, от самого сердца они говорят, ну, да, это, конечно, мы тогда понимаем, почему, почему это все вот происходит. Ну, почему мы сделали такой выбор. Ну, напоследок, просто пожелание для ваших слушателей, криворожан, и тех криворожан, которые там заняты. Всех вітаю с наступившей весной и желаю, чтобы эта весна пришла и, как бы, в наши сердца, в наше життя, и чтобы розквитла наша Украина, чтобы панувал мир на нашей земле, и чтобы те, в кого родители, знакомые, близкие люди находятся на фронте, чтобы они швиденько здоровенькие повернулись с победой домой. Слава Украине! Героям слава! Олег Скрипка! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое!